Джон Миллер Вэфи было 17 лет. Он жил у Карин три четверти ее жизни и был единственным существом во всем мире, который любил ее. Ее мать умерла, когда Карин была совсем маленькой. Старшая сестра Карин, которая была красивее, умнее и удачливее, чем Карин могла себя представить даже в мечтах, сказала ей однажды, что их мать была алкоголичкой. Однажды ночью она упала, разбила себе голову об угол журнального столика и стекла кровью. Отец был еще жив, но он никогда не интересовался ни Карин, ни, если честно, ее сестрой. Он был ученый, металлург, специализировавшийся в сплавах, запоминающих форму. Карин подозревала, что люди оставались за пределами его интересов, потому что он не мог придать им желаемой формы и заставить запомнить ее. Карин жила с Вэфи в крошечной квартирке, которую только и могла себе позволить на зарплату продавщицы. Однажды Карин заметила, что Вэфи пьет намного больше воды, чем обычно. Но было лето, стояла жара, и она не придала этому значения, пока не увидела, что он слоняется по квартире на нетвердых лапах, весь какой-то ошалевший и растерян. Она сразу же потащила его к ветеринару. Тот сказал, что у Вэфи обезвоживание, поставил ему капельницу и взял анализ крови. Результат не обнадежил. У кота полностью отказали почки. Меньше всего Карин хотела, чтобы Вэфи страдал. Когда она в ту ночь подходила проведать его, у нее созревало ужасное решение усыпить его. Но он смотрел на нее и мяукал. Он поднимал свою перевязанную лапу, чтобы показать ей иглу капельницы. Он мурлыкал, когда Карин гладила его по голове. Она не могла сделать это. Доктор сказал Карин, что ночью кот окалеет. Но мало-помалу ему стало лучше. Карин продержала его в клинике пять дней, стратив на это практически все свои сбережения, пока доктор не сказал, что она может без опаски забрать его домой. Кот, однако, не исцелился. Он просто пережил очередной кризис. Карин спросила, сколько ему осталось дней, недель или месяцев. Но доктор не смог или не захотел ответить. Получилось, что ему осталось три месяца, а потом интоксикация захлестнула организм, и Карин пришлось опять везти его в клинику. На этот раз она вернулась домой одну. В тот бесконечно тянувшийся день, сидя во внезапно опустевшей квартире, Карин поняла, что Феффи сбежала от страданий жизни и что она могла бы последовать его примеру. Одно за другим она мысленно перебрала и тут же отвергла пистолет, лезвие и прыжок с крыши высокого здания. Она хотела избежать боли, пусть мгновенной. Отравиться газом она не могла, потому что у нее была электрическая плита. Машины у нее не было. Мысли о ядах вызывало отвращение, и кроме того, она мало что о них знала. В конце концов, она остановилась на таблетках снотворного. Об этом-то она разбиралась. Вот уже три года она не могла спать без лекарств. У нее скопилась впечатляющая коллекция, приобретенная прицептом полбюжина терапевтов, к которым она обращалась за эти годы. Она не знала, сколько нужно принять, чтобы не проснуться, поэтому выпила сразу все. Она глотала по горсти за раз, запивая квартой апельсинового сок, который нашелся в холодильнике. Измученная болью, сломленная одиночеством, она свернулась клубочком в углу дивана и закрыла глаза. Карин открыла глаза. Она лежала в мягкой кровати в белой комнате. Простыни были приятно прохладны, в воздухе тонко пахло фиалками. Это был один из ее любимых ароматов. Она была одна в комнате. Когда она в изумлении оглянулась кругом, дверь открылась, и вошел человек с планшетом в руке и улыбкой на лице. Это был самый красивый мужчина из всех, кого Карин приходилось видеть. Высокий, но не слишком, широкоплечий, узкобедрый, с высоким лбом непожителей и карими глазами оленя. У него были высокие скулы и полный чувственный рот с ровными белыми зубами. Он улыбнулся, Карин, и протянул ей руку для рукопожатия. Даже руки у него были прекрасны. Пожатие оказалось теплым, сильным и успокаивающим. Как вы сегодня, Карин? Его богатый глубокий голос заставил ее почувствовать себя единственной женщиной в мире. «Я влюблена», — подумала она, но произнести ей удалось лишь слабое. «Я в порядке? Я... Я не умерла?» Он засмеялся, произведя при этом звук, способный исцелить всех больных в мире. «Не будем говорить об этом», — сказал он блестя глазами. «Я доктор Чемберлен. Мы позаботимся о вас». «А где я?» «Не беспокойтесь об этом. Беспокойтесь только о том, как бы скорее поправиться». Чемберлен пресек дальнейшие вопросы, взяв ее правую руку. Он положил два пальца ей на запястье и, глядя на часы, стал считать пульс. Прикосновение его плоти было подобно электрическому разряду. Тепло его руки передалось в запястье, побежало вверх по предплечью и плечу. Она почувствовала, что ее лицо вспыхнуло, и соски затвердели. Потрясенная, она поняла, что безумно хочет его. Никогда, даже отдаленно, она не испытывала ничего подобного. Он улыбнулся вновь и отпустил ее руку. «Что ж, кажется, пульс у вас близок к норме». «В самом деле?» — подумала Карина. Сердце колотилось, словно электронные молоточки, запрограммированные на максимальную скорость. «Я вернусь проведать вас позднее», — сказал доктор Чемберлен. Карин хотела окликнуть его, умолять, чтобы он остался с ней навсегда, но доктор, улыбаясь твердым шагом, вышел в коридор. «Вау!» — выдохнула Карин, откидываясь на отрезляюще прохладные подушки. «Держи себя в руках». Она все еще чувствовала бешеный ритм сердца, ощущала все поглощающие желания, которого никогда прежде не испытывала. Не то, чтобы она никогда раньше не влюблялась. Было, конечно, несколько неудачных школьных романов, а также двое мужчин, которых она искренне любила. Обоих увела у нее сестра, использовала их и бросила, когда они и прискучили. Но такого внезапного, магнетического, почти магматического влечения Карин еще не доводилось испытывать. Это было словно... Другая дверь, которая вела, как решила Карин, в ванну, внезапно распахнулась. «Кто вы такой?» — спросила Карин, скорее озадаченная, чем испуганная. Нельзя сказать, что она совсем не испытывала страха. В конце концов, не каждый день у вас в ванной оказывается мужчина. Но, возможно, она испугалась бы гораздо больше, если бы человек не выглядел так, скажем, безвредным. У мужчины была приятная, какая-то по-домашнему располагающая внешность. Возможно, точнее было бы описать его одним словом — симпатичный. Он был молод, примерно одних лет с Карин, с круглым лицом, мелкими зубами и такими мягкими голубыми глазами, таких Карин никогда не видела. Он был невысок и довольно субтилен. На нем были рваные джинсы и линялая голубая рубашка. «Завись меня, Билли, мэм», — сказал он, «Подходя к кровати. Нам лучше сейчас уйти отсюда». Карин натянула простыню и сжалась в мягком уюте кровати. «Уйти?» «Я не понимаю». «Поймете, мэм. Давайте-ка». Дверь в коридор вновь распахнулась, и доктор Чемберлин появился в проходе с героически негодующим видом. «Как это ты оказался здесь так быстро?» — прорычал он сквозь сжатые губы. Билли улыбнулся. «У меня свои дорожки, док. Пока». Он отвел руку за спину и выхватил пистолет, который, должно быть, торчал у него за поясом. Пистолет был большой и выглядел довольно угрожающе. Он навел его на доктора Чемберлина и нажал на спуск. Выстрелы прогремели, словно взрывы в небольшой комнате. Он стрелял так быстро, что Карин еще не успела закричать, как обойма уже опустела. Он оказался хорошим стрелком. Первая пуля попала доктору Чемберлину в середину груди. Остальные легли на расстоянии ладони от первой. Сила выстрелов вытолкнула доктора из комнаты в коридор, а Карин, наконец, испустила свой первый крик. Все происходило так быстро, что пока она переводила дыхание, чтобы закричать второй раз, Билли засунул пистолет за пояс, наклонился и поднял Карин на руки. Он подбежал к окну, выбил плечом стекло, заклонив с собой Карину к ливне осколков. Когда они падали, Карин закричала по-настоящему. Ее похититель перевернулся в воздухе, так что удар от столкновения с землей пришелся на него, но, несмотря на такие меры предосторожности, Карин почувствовала, как у нее хрустнули все косточки. Билли издал сдавленный стон, но тут же сделал глубокий вдох. «Окей, мэм», — сказал он. «Нам лучше смыться». Она уставилась на его лицо, находившееся всего в нескольких дюймах от нее. «Вы... вы не ушиблись?» «Конечно, нет», — сказал Билли. «Но всяком случае не сильно». «Но как?» Она не смогла окончить вопрос. «Знаете, мэм, я ведь покойник. Мы все здесь, знаете ли». Карин замотала головой. «Нет», — сказала она. «Это невозможно, доктор Чемберлин». И тут она вспомнила пули, вырывающиеся из пистолета Билли и слишком кучно ложившиеся в грудь доктора, вышвырнувши его в коридор, словно куклу, которую рассерженный ребенок бросил в стенку. Она посмотрела на Билли. В глазах ее был ужас. Она вскочила и побежала. Билли встал, но не сделал попытки догнать ее. Карин слышала, как он окликает ее, но едва могла понять его слова, охваченные всепоглощающим ужасом. «Нет смысла бежать, мэм! Смысла нет ни в чем!» Город не походил ни на что, виденное Карин прежде. На первый взгляд, это был очередной безликий городской квартал, подобный тем, в которых Карин провела большую часть своей жизни. Здания, улицы, машины, магазины 7-11, такси, пешеходы. Отличия были неуловимы. Например, мало мусора. Здания все выглядели новенькими, без того неизбежного налета грязи, чумы всех городов. Воздух был чище, чем ему полагалось. Его запах напомнил Карин те редкие случаи, когда она выбиралась за город. Он был чист, прохладен, навевал успокоение. Главным отличием этого города от всех других, которые она знала, было полное отсутствие спешки у тех, кто шел по улицам. Люди двигались медленно, однако не сонно. Так, словно они были погружены в свои мысли, словно пытались разобраться в себе и в том, что их окружает. Словно у них в голове родились вопросы, которые нуждались в систематизации. Словно они каким-то образом потеряли ход событий и теперь пытались сообразить, кто же они такие. С тех пор, как она пришла в себя, во всяком случае, с тех пор, как Билли появился из ванной, ничто вокруг не имело смысла. Ничто. Возможно, Билли был прав, и она была мертва. Если это так, то небеса, безусловно, не были раем. Это скорее походило на дурдом. Если это были небеса. Эта мысль заставила ее остановиться и содрогнуться. Карин никогда не делала ничего такого, за что ее можно было бы послать в ад. Она всегда была хорошенькой девочкой, тихой и застенчивой. Она никому не причиняла вреда, только себе, когда пыталась убить себя. Но даже в этом она не преуспела. Даже в этом. Карин внезапно поняла, что не одна. Они стояли перед ней, позади нее, сбоку. Все были моложе. Некоторые совсем дети, но все выглядели разъяренными и дикими. На них было столько кожи, что для этого потребовалось не меньше стада коров. Столько цепей, что можно было бы оснастить целый корабль работорговцев. В них было столько ненависти и злобы, что хватило бы горючего возродить Третий Рейх. Ей казалось, что там, в госпитале, она испугалась. На самом деле, то был лишь слабый привкус того, что она испытывала сейчас. Легкий намек на тот ужас, что охватил ее рукой немилосердного великана. В коленях обнаружилась такая слабость, что они отказались поддерживать ее в вертикальном положении, и она села на тротуар под издевательский хохот толпы. Двое стояли в стороне от агрессивной компании, и Карин поняла, что они-то и были выжаками. Один был белый мужчина с ростом и внешностью злобного карлика. Ширину он был почти такой же, как в высоту, с мощной грудью, толстыми плечами и чудовищными ручищами, которые его безрукавка оставляла открытыми. Волосы были острижены до одной шестнадцатой дюйма. На лбу было вытатуировано слово «ненависть», а между глубоко посаженных глаз виднелась свастика. Рядом с ним стояла черная женщина, высокая и стройная, почти элегантная, в костюме из черной кожи. Ее лицо, по-видимому, когда-то было красивым, но сейчас его уродовали многочисленные рубцы от бичевания. Медик, попытавшийся сшить ее лицо, только обезобразил ее, поскольку сейчас она выглядела, как лоскутная кукла, сшитая из небрежно прилаженных кусочков. «Что это?» спросила она татуированного карлика. «Свежее мясцо», сказал он. «Она сияет», раздался голос из толпы. Он принадлежал маленькой девочке. Это было прелестное белокурое создание с грязным плюшевым медведем размером почти с половину хозяйки. Вокруг нее яркая радуга. Лидеры группы посмотрели друг на друга, затем опять на Карин. «Не знаю, как наш приятель это делает», сказала женщина, «но он всегда оказывается прав». «Он умный парнишка», согласился карлик. Они вновь посмотрели на Карин, и черная женщина кивнула. «Загляни ей в глаза. Эта слабая сучка, самоубийца, молодая», сказал карлик. «Должно быть много сока осталось». Черная женщина улыбнулась, и рот ее металлически сверкнул. Ее зубы были оправлены в блестящий металл. Карин представила, как они вонзаются в ее плоти, вырывают кровавые куски. Она в отчаянии закрыла глаза. «Доктор Чемберлин помог бы ей», подумала она, «если бы тот убийца не застрелил его». Он почувствовал тот жар, когда прикоснулся ко мне. Желание. Когда толпа начала смыкаться вокруг нее, Карин слышала только скрижетание и лязг. Ее захлестнуло отчаяние, которое, как она знала, будет литься вечно. Во всяком случае, пока эта орава не набросится на нее. Огромная мясистая рука сжала ее плечо, и она потеряла бы сознание, если бы знала, как это сделать, но ей не удалось лишиться чувств с той легкостью, как это делали героини романов, которые она читала. Карлик потянул ее вверх, и она услышала голос черной женщины, «Встань на ноги, сучка!» Внезапно раздался звук, напоминающий зловещий львиный рык. Она открыла глаза и увидела перед собой картинку, столь же невероятную, как и все, что ей довелось увидеть с момента пробуждения. Она с изумлением смотрела на доктора Чемберлина, стоявшего позади толпы. Он не был мертв. Не похоже было даже на то, что он ранен. Он успел сменить белый халат на красивый, явно сшитый на заказ костюм, который шел ему, как мантия королю. Он возвышался над толпой, и его гнев заставил их немедленно подчиниться его воле и раступиться, открывая дорогу к Карин, злобному карлику и заплатанной женщине. Доктор Чемберлин только и смогла подумать Карин, «Он пришел спасти меня!» Доктор сжал толстое запястье карлика, и мерзкое существо разжало руку и рухнуло на колени, зажмурив глаза и скиснув зубы. «Как ты посмел!» прогремел доктор Чемберлин и затряс карлика, словно это был хилый ребенок. Карин потрясла мощь доктора и устрашающие силы его гнева, вызванного ее бедственным положением. За нее никто никогда не заступался, никто никогда не становился на ее сторону с такой яростью. Она почувствовала, что сердце загорается у нее в груди. Ей захотелось его так сильно, что собственное желание испугало ее. Карлик закричал мяукающим голосом больного кота. «Нет! Нет! Мы просто держали ее, коп!» Доктор брезгливо ошвырнул его. Карлик рухнул на тротуар и остался лежать, словно побитая собака. Чемберлин повернулся и посмотрел на Карину. Его глаза светились гневом и странной ликующей силой, и еще чем-то, что было ей непонятно и вместе с тем неприятно. Но все это забылось, когда он подошел и обнял ее. Связь, возникшая между ними, была так сильна, что казалась живым существом. Он улыбнулся ей, и его зубы были ровными, белыми и красивыми, а большие глаза искрились смехом. В этот миг в руки его оказался скальпель, сверкнувший на солнце. Карина каменела, когда он показал ей инструмент. Она попыталась высвободиться, но доктор был гораздо сильнее. Он вонзил скальпель в ее живот и сделал надрез. Она почувствовала взрыв ни с чем не сравнимой боли. Она открыла рот, чтобы закричать, но он тут же закрыл его своим ртом. Она чувствовала, как он высасывает из нее жизнь, а его рука при этом шевелилась у нее внутри. Боль была нестерпимой, но она не теряла сознание. Поцелуй тянулся и тянулся, и сам по себе причинял больше боли, чем нож, кромсавший ее желудок и рука, шарившая по внутренностям. Он словно забирал у нее что-то, чего она не понимала, но каждое мгновение этого поцелуя отнимало у нее силы и опустошало. Наконец доктор оторвался от ее рта и посмотрел на нее с диким лягующим видом. Он оттолкнул ее. Она пошатнулась, но сумела устоять на ногах. Он посмотрел сквозь нее на высокую черную женщину. «Отнесите ее в госпиталь», сказал он. «Но перед этим можете полакомиться ею немного. Помните, она моя». Собравшиеся восторженно откликнулись на эту речь голосами, лишь отдаленно напоминающими человеческие, и запрыгали вокруг корин, словно голодные псы. Первой потянулась к ней черная женщина со своей металлической улыбкой. «Иди сюда, мясо!» сказала женщина, вонзая зубы в плечо Карин. Она упала на асфальт, и они разом набросились на нее. Последнее, что она помнила, был демонический смех Чемберлина, толкающиеся тела и маленькая девочка, прижимающая к груди плюшевого медведя. К счастью, на этот раз она обнаружила, что все-таки способна потерять сознание. Карин удивилась тому, что смогла очнуться, а еще больше тому, что цела. На ней не было никакого шрама от разреза, сделанного Чемберлином. Ни следов зубов на плече, ни синяков, ссадин, царапин, которые должны были остаться после группового избиения. «Это было чудом», подумала Карин. «Ну и пусть. Это как раз то, что ей было нужно. Она изменит свою жизнь. Она закрыла глаза и попыталась заключить сделку с Богом. «Ты дал мне еще один шанс», сказала она ему. «И я не упущу его. На этот раз я не оплошаю. Только дай мне открыть глаза и увидеть, что этот кошмар окончился, и я вновь нахожусь в безопасности, в своей квартире, и тогда я покорно понесу свою ношу. Я стану хорошей отныне и навсегда. Честно, я стану хорошей». Она открыла глаза, оглянулась и убедилась, что все вокруг осталось неизменным. Она по-прежнему находилась в комнате, напоминавшей ту самую больничную палату, в которой она очнулась. Во всяком случае, здесь все было очень похоже. Конфигурация и размеры помещения, даже разбитое окно, из которого выпрыгнул тот сумасшедший, держа ее на руках. Но все здесь ужасно изменилось. Палата превратилась в замусоренный и смердящий трущобный кошмар. Кровать, на которой она лежала, превратилась в груду искореженного проржавевшего металла. Матрас был порван, заляпан пятнами и вонял какими-то невообразимыми секрециями. На стенах красовались граффити и пятна крови. На полу валялся мусор. Дверь в коридор лежала на полу, сорванная из петель, но Карин, потрясенная тем, что Бог отверг ее мольбу и кошмар продолжается, не сделала попытки убежать. Ей некуда было бежать. Звук шагов гулки мэхом, разносившийся по коридору, приковал ее взгляд к дверному проему. Она безнадежно смотрела в темноту коридора, не зная, чего ожидать, одновременно и желая, и опасаясь, что это окажется Чемберлен. Но это был не доктор. Это была маленькая девочка. Ее тень маячила, словно чудовище, готовое к прыжку. Грязный медведь по-прежнему был прижат к ее груди. И девочка смотрела на Карин без какого-либо выражения на напряженном личике. «Как тебя зовут?» спросила девочка после долгого молчания. Карин ответила она и машинально спросила, «А тебя?» «Меня зовут Кристал. Мамочка меня так назвала в честь звезды ее любимого сериала. Папа это имя не любил. Он вообще ничего не любил, кроме одного — бить маму и меня». Карин плохо знала сериал «Династия». Он сошел с экранов, когда Карин была совсем маленькой и почти ничего не запомнила. Кристалл же, между тем, была лет на пятнадцать моложе ее. «Кристалл», прошептала Карин. «Что это за место?» «Ты о нем ничего не знаешь, да?» спросила девочка. Карин покачала головой. «Нет, не знаю». Кристалл сделала широкий жест, охватывающий комнату, здание и все, что было снаружи. «Это место мертвых. Каждый попадает сюда, когда умирает». Я спрашивал у Билли, может, это ад, потому что папа всегда говорил, что я такая плохая девочка, что обязательно попаду в ад, когда умру. И когда он убил меня, я проснулась здесь и подумала, что я в аду. Но Билли здесь уже давно, и он говорит, «Нет, это не ад. Это просто место мертвых, куда люди приходят, когда умирают». «Но я не умерла», сказала Карин. «Не будь глупой. Если бы ты не умерла, то не была бы здесь. Я мертвая. Билли мертвый. Доктор мертвый. Только Мишка не мертвый, потому что он набит ватой». Внезапная ярость охватила Карин. «Это что, у Бога такие жестокие шуточки?» Когда она убила себя там, в квартире, она признавала это. Это случилось из-за невозможности покончить с болью. Но была у нее еще и мысль, скорее подсознательная, что, возможно, она попадет куда-нибудь, где будет лучше, где необязательно быть всегда одной. Может, там будет ее мать, может, даже Фефи. Но здесь, здесь в тысячу раз хуже. Она почувствовала, как в ней поднимается великий гнев, выходящий из-под контроля. Он удивлял и пугал ее одновременно. Кристал пожала плечами. «Я не знаю. Может, Билли знает?» Билли — тот человек с пистолетом. Человек, который пытался утащить ее от Чемберлина. «Кто такой Билли?» «Он мой друг», — сказала Кристал. Она протянула вперед своего непрезентабельного медведя. «Сначала Мишка был моим лучшим другом. Еще пока я была жива. А потом Билли нашел мне его опять. Хочешь увидеть его?» «Я его вижу», — пробормотала Карин. «Не Мишку. Мишка-то здесь». Кристал закатила глаза от непонятливости собеседницы. «Я говорю про Билли». Она наклонилась вперед и сказала по секрету. «Знаешь, вообще-то его зовут Генри. Он сам мне сказал. Но он любит, чтобы его называли Билли». «Да». Ей хотелось его увидеть. Он, наверное, сможет ответить на некоторые вопросы о загадочных событиях в этом жутком сумасшедшем доме. «Ты можешь отвезти меня к нему?» «Конечно!» «Он там, в другом конце коридора». Это было неожиданно, как, впрочем, и все в этом чудовищном месте. Они вместе вышли из палаты и пошли по коридору. Миновав несколько дверей, они увидели Билли. Его комната была также замусорена, как и палата Карина. Единственная разница заключалась в том, что Чемберлин и его прихвостни не просто оставили Билли в комнате. Он был прикован к стене с распростертыми руками, ноги не доставали нескольких дюймов до пола. На лице застыло устало и болезненное выражение. Одежда порвана, словно его долго били, но на теле, проглядывавшем в прорехе, не было видно синяков. «Как вы живете, мэм?» «Раньше было лучше». «То же самое могу сказать о себе», — сказал Билли. «Как я поживаю, Кристалл?» Девочка отпустила его и сделала шаг назад. Некоторое время она критически оглядывала его, затем покачала головой. «Не очень хорошо, Билли». «Боюсь, что так». «А как насчет этой леди?» Кристалл посмотрела на Карину. «Она еще очень яркая». Доктор забрал себе немножко красок, и толпа взяла тоже. «Но у нее еще осталось много для начала». Она сделала серьезное лицо. «Плохо, что она не очень умная». «Эгей!» Билли нежно улыбнулся. Карин показал ей, что он протянул бы руку и потрепал Кристалл по голове, если бы не был прикован к стене. «Ты-то знаешь, каким обманчивым может быть это место, крошка. Вспомни-ка, как сама сюда первый раз попала. Я помню!» «О чем это вы двое?» «О чем вы толкуете? Что это за краски? Что это за место? В конце концов, кто, черт возьми, вы сами?» Она не хотела кричать, но злость полностью овладела ею. Она ненавидела все и вся. Ненавидела Ферти за то, что издох и оставил ее одну. Свою мать за то, что умерла, когда Карин была такой маленькой. Своего отца, настолько поглощенного работой, что он никогда не замечал ее, не интересовался, что с ней происходит. Ни разу не побеспокоился об этом спросить. Свою сестру, которая была старше, умнее, гораздо красивее и которую только что использовала Карин. А в остальном относилась к ней так, будто Карин не существовала на свете. Она ненавидела мир, вселенную, творца, который создал все это таким ужасным и оставил ее одинокую и беззащитную, пока не иссякли силы выносить все это. И тогда она убила себя, чтобы в этом сумасшедшем доме, населенном злобными тварями, столкнуться с такими ужасами, перед которыми меркнет все, что она видела в реальной жизни. Ну, мэм, протянул Билли в своей неспешной и невозмутимой манере. Хотя в это и трудно поверить, но меня зовут, по крайней мере, звали Билли Бонни. Люди называли меня Кит. Трудно поверить, переспросила Карин. Она рассмеялась с долгим злым смехом, а, отсмеявшись, вдруг поняла, что находится на грани безумия. Трудно поверить? Господи Иисусе, почему, черт возьми, я не должна вам верить? А кто же тогда доктор? Ну, мэм, опять затянул Билли. Он и при жизни был доктором, а только использовал свою науку не для лечения. Он называл себя Джеком-потрошителем. И сейчас так себя называет. Смех Карин оборвался, словно кто-то закрутил кран. О, Господи! Она бросила взгляд на Кристалл. А она? Просто маленькая девочка, нежно отозвался Билли. Избита, изнасилована и, в конце концов, убита своим зверюгой папашей. Что это за место, прошептала Карин. Я называю его местом мертвых, сказал Билли. Сюда попадают все люди после того, как умрут, и перед тем, как их рассортируют и отправят дальше. Она посмотрела на него. Но ты умер? Она подумала и поняла, что не знает, когда он умер. Уже давно. Почему ты еще здесь? У людей разные причины задерживаться здесь, мэм. Есть такие, для них много времени нужно, чтобы понять, куда их потом отправить. А есть такие, которым здесь нравится. Они охотятся на новичков, держат себя здесь вроде как королями. В основном из-за таких, как вы. Ну, а третьи здесь задерживаются, потому что у них есть кое-какие делишки. Ты говоришь, некоторые охотятся на других из-за таких, как я? Да, мэм. Из-за самоубийц. Ты понимаю? Так получается. Когда люди рождаются, у каждого есть определенное количество этой... Я думаю, вы ее называете энергией. Они ее расходуют всю жизнь. Когда она кончается, они умирают. Все очень просто. Некоторые люди заболевают и расходуют свою долю быстрее, чем другие. Кого-то убивают, случайно или намеренно. Они тратят то, что осталось, когда, так сказать, оказываются здесь. Но самоубийцы... Да, самоубийцы. Это особая статья. У них энергия есть, да только она им вроде не нужна. Они отказываются от подарка. Когда они попадают сюда, люди вроде Чемберлена могут забрать ее себе, высосать из них и использовать для своих собственных целей. Они любят таких, как вы, особенно молодых. У вас ведь осталось лет сорок, а то и пятьдесят. Не меньше пятидесяти вставила приступ. Билли посмотрел на девочку. У этой малолетки особый талант. Она вроде как настроена на энергию. Она может видеть всякие вещи, например, такое разноцветное свечение вокруг вашего тела. Вот почему доктор любит, когда она крутится рядом. Я... Задуматься о том, что говорил Билли, было сейчас непереносимо. Чтобы не дать себе думать, она задала новый вопрос. А ты? Я... Гид попытался пожать плечами. Как я уже говорил, некоторые люди живут здесь потому, что у них есть кое-какие дела. Что до меня, то я был не такой, как обо мне потом стали рассказывать. Я не убил ни двадцать, ни тридцать человек. Убивал, да, это точно. Может, и зря. Может, у меня на счету что-то такое, с чем я должен разобраться, чтобы двигаться дальше. Может, я просто не могу быть таким, как доктор, потому застрял здесь, чтобы убедиться, что он не будет тут безнаказанно всех мучить и жить как король над другими. Может, он и к Кристаллу относится чуть получше, потому что знает, что я поблизости. И хотя моя пушка не может отправить подонка в ад, где ему место. Она хотя бы может навредить ему достаточно, чтобы он меня боялся. Карин припомнила боль, пронзившую ее, когда скальпель доктора рвал ее плоти, поняла, что боли в самом деле существует в этом мире. Ну что случилось, спросила она. Почему ты оказался здесь? Птиц сокрушенно покачал головой. После того, как мы вывалились из окна, пока я стоял и смотрел, как ты убегаешь, доктор и его банда набросились на меня. И вот я здесь. Но может ли он повредить тебя? Я хочу сказать, я знаю, что он может сделать тебе больно, но... Может он... Ну... Она не знала, как задать вопрос. Убить его? Раздался за спиной голос. Карин резко обернулась и увидела Чемберлина, стоявшего в дверном проеме. За его спиной толпилась свита. Почти, сказал доктор. Впервые она видела его таким, какой он был на самом деле. Он сбросил все свое великолепие, которое напустил на себя, чтобы одурачить и завоевать ее. Это был маленький человечек с темными грязными волосами и лицом безумного грызуна. Глаза у него были дикие, зубы желтые и кривые. На нем была грязная одежда, от которой исходил запах крови и страданий. И я могу заставить его чудовищно страдать. Я могу разрезать его, вытащить кишки и пировать его внутренностями. И все это проделать так, что пройдет много-много времени, прежде чем мальчик Билли вновь начнет досаждать мне. Он медленно шагнул вперед. В руке у него серебряно блеснул скальпель, словно предвестник болезненной и неизбежной смерти. Карин словно приросла к полу. Потрошитель прошел мимо нее, не удостоив даже взгляда. На его лице застыла улыбка, и из левого уголка рта стекала ниточка слюны. Он неспешно приближался к Билли, который беспомощно повис на цепях, покорно ожидая неотвратимого. Кристал бросилась вперед и встала между ними, заслонившись медведем, словно щитом. Ее лицо было искажено ужасом. Казалось, она вот-вот врасплачется, но все же бесстрашно стояла между потрошителем и бывшим гангстером. «Только тронь, Билли!» — сказала она. «Он мой друг!» Карин поняла, что этот поступок потребовал от маленькой девочки феноменального мужества. Возможно, впервые за все свое существование, как до смерти, так и после, она встала на защиту кого-то, включая себя. Потрошитель посмотрел на нее с легким удивлением, а затем сделал едво уловимый взмах скальпелем. Длинный глубокий разрез, и голова бедного Мишки смесилась на бок, а старая вата начала вываливаться из него, словно хлопковая кровь. «Ты убил Мишку!» — закричала девочка. Она отшвырнула игрушку, и с быстротой молнии, бросившись на потрошителя, плача и визжа, начала колотить его маленькими кулачками. Чемберлин засмеялся, и тут что-то сломалось в Карин. Злость, которую она испытывала недавно, вернулась, дойдя до совершенно неправдоподобного масштаба. Она закричала, внезапно покрывшись потом. Тело сделалось невероятно горячим. В голове не осталось ни одной мысли, кроме всеобъемлющего желания спасти Кристалл от мучившего ее монстра. Кристалл пискнула, как мышка, и перестала колотить потрошителя. Смех замер в горле убийцы, а лицо его исказилось от страха при взгляде на лицо девочки. Он беззвучно закричал и замахнулся, чтобы перерезать горло Кристалл сверкающим скальпелем. Но как ни был он проворен и ловок, маленькая девочка оказалась быстрее и сильнее. Она перехватила его запястье, сжав его захватом, нерушимым, как силы любви. Ты плохой человек, спокойно сказала она. Пора тебе уйти туда, где ты никого больше не сможешь обидеть. Потрошитель пытался вырваться, но не смог разжать крохотный кулачок малышки. Раздалось шипение поджариваемого мяса. Как в мексиканском ресторане, подумала преодолевая тошноту Карин, когда на ваш стол приносят шкварчащие фахитос. Звук исходил от потрошителя. Он горел от прикосновения Кристалл. Чемберлин завопил от боли и задергался, как крыса, пытающаяся высвободиться из челюстей Терьера, но Кристалл не отпускала его. В воздухе распространился тошнотворный запах. Это было нечто большее, чем вонь горящей плоти. Словно нечто старое и злое, нечто уже давным-давно пораженное гнилью, внезапно начал лизать огонь. В считанные секунды потрошитель был весь объят пламенем. Он упал на колени, и его лицо оказалось на одном уровне с лицом Кристалл. «Прошу тебя!» — умолял он, пока пламя еще не съел его губы и язык. «Прошу тебя!» Кристалл только сморщил его нос. «Ты воняешь!» — сказала она. Все завороженно следили за тем, как потрошитель превращался в кучку грязного, дурно пахнущего пепла. Его прихлебатели переглянулись. Не успел Карлик сделать шаг вперед, как Кристалл припечатала его взгляды. «Даже не пытайтесь кого-нибудь тронуть!» — сказала она. И Свита, вновь переглянувшись, выбежала из комнаты. «Помоги освободить Билли!» — сказала Кристалл. Карин потрясла головой, чтобы выйти из ступора, и обнаружила, что ее гнев сгорел вместе с потрошителем. Она чувствовала страшную усталость и чуть не упала, помогая Кристалл снять цепи, чтобы Билли смог встать на ноги. «Как ты это сделала?» — спросила она Кристалл, когда они вытаскивали из стены крюки, на которых держались цепи. «Ты дала мне эту силу!» «Я?» — Билли кивнул. Это был добровольный дар силы. Кристалл использовал ее. Он потрепал девочку по голове и легко сломал наручники, сжимавшие запястья. Карин нахмурилась. «Ты ведь мог сделать это в любой момент!» «Может быть!» — улыбнулся Билли. «Может, я хотел, чтобы у вас обеих была возможность сделать все самостоятельно. Вам обеим нужно было кое-чему научиться и принять кое-какие решения». Кристалл кивнулась серьезным видом. Она подняла мишку и осмотрела его. Волшебным образом его голова соединилась с телом, и он внезапно сделался чистеньким и новеньким. Она крепко прижала его к себе. «Я так рада!» — сказала она Билли. «И я тоже». «Я очень устала!» — сказала Карин. «Усталой, подавленной и все еще ничего не понимаю. Подождите маленько, мэм. У вас впереди куча времени, чтобы сообразить, что к чему». «Я дала часть своей энергии Кристалл, так?» Билли и Кристалл кивнули. «У Кристалл есть талант использовать энергию. Был он и у потрошителя», — объяснил Билли. «А как насчет оставшейся энергии?» «У вас ее еще много», — сказала ей Кристалл. «Вы были ужасно молодая, когда решили убить себя». Карин так устала, что опустилась на пол, не в силах больше держаться на ногах. «И что мне с ней делать?» — тихо спросила она. Билли пожал плечами. «Если эта ноша тяжела, отдайте ее». Она посмотрела на него. «Тебе?» — Билли пкачал головой. «Есть множество людей, еще живых, которым она пригодится. Больные люди, борющиеся за жизнь, отчаянно стремящиеся остаться в этом мире. Это самое лучшее применение энергии самоубийц. Помогает подвести баланс, так сказать». «И я могу это сделать? Я могу помочь кому-нибудь таким образом?» «Конечно», — сказал Билли. Он кивнул Кристалл. «Возьми ее за руку». Кристалл улыбнулась, и они взялись за руки. Ее крошечная ладошка была сильной для своего размера и все еще теплой, приятно теплой, не обжигающей. Они посмотрели друг на друга, а потом наступил момент почти нестерпимой потери себя. Карина спутала боли, страдания и печаль, которую едва смогла вынести. Но маленькая теплая ручонка успокаивала и утешала. Она не знала, что делать, поэтому она просто отдавала и хотела, чтобы ее дар был принят. Они вновь очутились в комнате. Ей пришлось опереться на Билли и Кристалл, чтобы не осесть на пол от слабости. «Через минуту тебе станет лучше», — сказал ей Билли. «Такая отдача забирает у тебя многое. Но потом тебе станет хорошо». «Помогло?» — спросила она. «Я кого-нибудь спасла?» Билли кивнул. «Одного человека из Нью-Мексико. Очень хорошего человека, умиравшего от рака. Он был писатель, его очень любили. Теперь у него будет еще лет 25, сможет 30. Он напишет много хороших книжек, поможет многим другим на этом пути. Он дождется внуков и увидит, как они растут. И на земле станет лучше его присутствие». «Я рада», — сказала Карина. «А ты сама», — спросил Билли, — «чего ты хочешь?» Она чувствовала усталость и опустошенность, то ли от того, что отдала энергию, то ли просто потому, что была устала и опустошенная. Она не знала. Карин покачала головой. «Я знаю», — сказала Кристалл. Карин почувствовала знакомое прикосновение к ногам и посмотрела вниз. Феффи поднял голову и мяукнул. «Это был не старый, усталый кот, измученный болезнью, но лощеный и красивый, каким он был в свои лучшие годы!» «Ох», — выдохнула Карин. Она опустилась на колени, а Феффи встал на задние лапы, и они обнялись. Она взяла своего друга на руки, и Феффи громко замурлыкал. Его морда выражала любовь и преданность. Он слизывал слезы, которые текли по ее щекам, и терся головой о подбородок. «Если хочешь, — сказал Билли, — можешь увидеть свою мать. На некоторых людей слишком много сваливается при жизни. Она сейчас в таком месте, где можно отдохнуть и прийти в себя». Он посмотрел на Кристалла и улыбнулся. «Оле, Крис сейчас отправится куда-нибудь, где она наконец-то сможет какое-то время побыть просто ребенком. Но я подозреваю, что мы еще встретимся». Кристалл со счастливым видом обнимала своего медведя. «Обязательно встретимся, Билли!» Карин встала, прижимая ласкающегося кота к другу. Она улыбалась сквозь слезы. «Я ведь не такая уж бесполезная, — сказала она. Я хочу сказать, после того, как я отдала свою энергию...» Билли почесал Феффи за ушком, и тот мяукнул. «Я бы сказал, нет, мэм. Мы же всегда можем использовать другую руку». Карин улыбнулась с счастливой улыбкой впервые за долгое время. Она радовалась, может, даже впервые в жизни. Она надеялась, что у нее впереди еще много, много времени. Вок vas. 11-2012ии-260m ПОЛИТЬИ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова